Добрый день, вы смотрите информационный портал Альфа-Ньюс, это передача мнений, ее ведущая Елена Жесткова. Сегодня у меня в гостях общественный деятель Галина Гроздева. Галина, здравствуйте, я рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. В двух словах расскажу нашим зрителям, что на прошлой неделе вы, Галина, при непосредственном соучастии еще нескольких граждан, провели акцию в клинической психиатрической больнице Кишинево. Если можно, расскажите подробнее мне и нашим зрителям, в чем заключалась суть этой акции, кто принимал в нем участие, вообще что происходило? Ну, в принципе, получилось так, что судьба свела меня с человеком, который работает в этой психиатрической больнице, работает в детском отделении. И человеку, который любит людей, любит детей, и она очень трепетно рассказывала о детях, о том, с кем она работает, как она работает, о нуждах детей. И как-то получилось так, что возникло желание чем-то помочь. Ну, как можно просто помочь, да? Не придешь же просто так с улицы и скажешь, я хочу что-то сделать. Ну, поговорили, пообщались, обсудили. В принципе, это вторая наша акция, такого рода. Как раз тогда это было преддверие 1 июня, Дня защиты детей. Она рассказала, что детей много, а подарков детям нет. То есть есть определенные как-то возможности, когда ребенок учится в обычной стандартной школе, в социуме. Праздники запланированы, на них как-то обращается внимание. Дети, которые находятся в больнице вот в этот промежуток времени, они находятся, получается, вне социума, вне каких-то традиционных отношений, которые обычно… Ну, чего-то такого, что происходит для детей, делается для детей. И она сказала, подарков нет, игрушек не хватает, есть там сколько-то, но детей гораздо больше, что бы можно было бы сделать. В принципе, ну так, идея зависла, но по прошествии какого-то времени сказала одному знакомому, другому третьему, игрушки в доме есть. У меня тоже ребенок уже вырос, и игрушки тоже в доме были. Пособирали что-то дома, разместила статью в интернете, и люди отозвались. Люди отозвались, кто-то принес деньги, кто-то принес игрушки, кто-то привез детские вещи. Собралось достаточно много. В принципе, договорились о времени, пришли, так получилось, говорю, что еще нужно. В принципе, хорошо было бы для детей музыку. Позвонила знакомому, знакомый говорит, хорошо, без проблем. Вот таким образом появились деньги, купили какие-то сладости, отвезли детям. В этот раз тоже так получилось, уже осень. Мы с ней созвонились по другому вопросу, но она говорит, пожалуйста, вот у нас перегорела стиральная машина, что нам делать? Ну, давайте попробуем. Я не думала, в прошлый раз мы собрали около 300 леи, и как бы на эту сумму, в общем, мы рассчитывали. Машинка стоит гораздо дороже, и возможности, как бы, ну, я не знаю, это был большой вопрос вообще, что мы соберем эту сумму. Но вдруг нашелся человек, который машинку продал за треть цены. Машинка не новая, но, во всяком случае, это было доступно. Появились деньги, и появилась возможность сделать более дорогие подарки. Игрушки были куплены, констовары. То есть в этот раз у нас как-то так, большая такая программа музыка, и даже, даже у нас была певица, которая тоже пела для детей. И дети очень, ну, это немножко другая категория детей, чем обычные дети. Они более чувствительные, более ранимые. И даже по глазам видно, что дети не избалованы какими-то эмоциями и впечатлениями. То есть для них это было немножко даже шокирующе от того, что это происходит с ними. Мы знаем, что есть много нуждающихся деток. Почему вот именно этим деткам не решили помочь? Ну, опять, стечение обстоятельств. Это просто человек, который появился и который сказал, что мне надо. И когда человек заявляет, наверное, появляется и возможность реализовать ему заявку. Ну, вот так получилось, что у меня получилось. Все сошлось. Все сошлось. Кто помогал вам? Потому что в любом случае понятно, что сами по себе люди все равно рассчитывают на какую-то поддержку, помощь. Может быть, есть кому сказать спасибо за то, что был внесен определенный вклад в эту акцию? Ну, в принципе, помогали многие. Я бы сказала, что, конечно, не все отозвались, до кого дошла информация. Кто там... Есть категории людей, которые просто отстраняются от чего-то такого, что... От болезни, от чего-то такого, что может внести в их картинку мира, может быть, какое-то... Ну, что-то сломает, что-то красивое. Они просто как-то не слышат эту информацию. Есть, ну, большая часть людей, которые отзываются. И есть категория, которая отзывается и что-то делает. Потому что одно дело сказать, да, классно, я бы хотел. Ну, и все, на этом ограничится. А есть люди, которые что-то хотят и что-то делают. И все-таки это, наверное, люди, у которых есть потребность что-то еще и дать. Да, поделиться вот этот мир, свой мир еще, поделить с кем-то. Потому что, наверное, не все люди достаточно состоятельные. И люди просто делятся тем, что они имеют. Наверное, это потребность души, не знаю, может быть, сила воспитания какого-то. Как Вы можете охарактеризовать условия, в которых живут эти дети? Всего ли им хватает вообще условия, в которых они живут? Как они питаются, как они выглядят? Такой прямо грандиозный срез не делался, конечно. Есть фотографии, мы выложили их в Фейсбуке. В принципе, ну, я считаю, что для больницы это тоже неплохо. Потому что есть помещения, где они играют. Есть помещения, есть столы, есть... Я видела просто на стенах поделки детские, рисунки. Следовательно, детьми занимаются. Это что-то проводится, потому что ребенок не может находиться в четырех стенах. Просто так ничего не делать. Только силы можно заставить. И то, насколько это возможно. Я думаю, что условия неплохие. Но в любом случае, что такое рацион больничной кухни... Все хорошо знают. Все хорошо знают. Есть пару детей, которые вместе с родителями там находятся. То есть, возможно, какой-то доступ, чего-то дополнительное еще есть. А так это, ну что, я не знаю. Мы купили обычные яблоки, которые тоже для нас доступны. Я не знаю, что там по рационам положено и сколько. Но дети хватали, детям это нравилось. Дети ели, дети сразу брали. Конфеты, естественно. Конфеты я не думаю, что детям выдают. Но детская радость. Как вы считаете, вообще все ли возможное делает государство для таких нуждающихся детей? Просто как человек сторонний, да? Вот вы посмотрели на это, окунулись немножко в эту атмосферу. И вот что вы почувствовали? Исчерпан ли лимит? Все ли делается возможное? Или все-таки можно было бы сделать больше, но в силу каких-то причин не делается? Любой человек, который находится в состоянии болезни, он нуждается в дополнительном внимании. Если это дома, то всегда есть кто-то, кто немножко больше ласки, немножко больше любви. Человек болеет только потому, что ему не хватает внимания. Отчасти это одна из причин. Дети в больнице, это я считаю, лично мое мнение, это дети, которые нуждаются в большем внимании. Кроме того, что они получают какие-то медикаменты, которым там положено. Я думаю, что им нужно немножко больше, немножко больше чего-то еще. Может быть не просто уроки, которые дадут рисование, но может быть какие-то творческие занятия. Может быть какие-то воспитатели, которые бы им что-то давали такое. Я считаю, что больше надо уделять внимание еще и развитию, возможности развитию каких-то их способностей. Потому что эти дети, они сейчас дети. Дети от 5 до 18. И есть дети, которым уже лет 16-17. Это уже взрослые люди. То есть категория болеющих детей, они перерастут в категорию болеющих взрослых. А дети недолюбленные, недополученные чего-то в детстве, они станут взрослыми, которые это недополучили. И это тоже часть нашего общества в будущем. Что касается финансирования, достаточно ли государственных денег вкладывается в уход, в заботу об этих детях? Ну, что касается игрушек, почему мы их привезли? Потому что их нет вообще там, например. Может быть, действительно какое-то дополнительное питание, может быть, питание фрукты, сладости, я не знаю, что-то, чтобы это немножко сделало подобие дома для детей. Создать такое пространство, где бы они чувствовали себя более комфортно. Ну, здесь мы не будем касаться всей системы здравоохранения, потому что все равно это очень специфическое заведение. Если бы представить, что вы были бы министром социального обеспечения, какое внимание вы бы уделяли этим детям? Какие, может быть, акции, меры предпринимали бы в отношении именно вот этих нуждающихся детей? Нуждающихся детей вообще или нуждающихся детей из психиатрической больницы? Ну, можно сказать, наверное, вообще, потому что я так понимаю, что все равно нуждающиеся дети, они хоть и локализованы в разных местах, но при этом их суть, что они нуждаются. Здесь надо смотреть процентом соотношения, сколько таких детей нуждающихся. Что значит нуждающиеся? Есть нуждающиеся в тепле в доме, да? Эти дети находятся в детском доме, те, у кого не хватает домашнего тепла, семьи. Есть дети, нуждающиеся в каких-то материальных возможностях, больших, чем они имеют. Ну, опять же, это тоже другая ситуация. Есть дети, которые нуждаются во внимании, в любви, в чем-то еще большем, таком душевном, что тоже, если семья это не дает, если родители на работе, все на работе, все где-то чем-то заняты, опять ребенок обездолен. Это тоже состояние, опять же, обездоленности в чем-то. Но это тоже проблема, которая проявляться будет позже. Вообще, детьми надо больше заниматься, как-то выделять возможности, может быть, выделять возможности для родителей, может быть, чтобы государство об этом как-то заботилось, о том, чтобы все-таки у детей было больше ощущений семьи, чтобы дети не были себе предоставлены вообще. Мне кажется ли вам, что в некоторых ситуациях тема брошенных или обездоленных детей, детей, живущих в детских домах или больных деток, становится темой пиара для некоторых, можно сказать, и политиков, и вообще людей? То есть, насколько вам кажется это правильным в современном обществе? Потому что понятно, что политические дивиденды хотят заработать многим. Насколько гуманно ли прибегать к таким способам? Представьте себе, что не будут прибегать к таким способам. Тогда что будет? Хотя бы эти дети, которых все-таки используют, как вы говорите, они имеют возможность хотя бы частично что-то получить. Да, их использовали один раз, для них сделали какую-то акцию, их куда-то вывезли, им что-то дали. А, предположим, ничего бы не дали, тогда что было бы? Они бы не имели и этого. Может быть, этот разовый пиар превратить в более что-то системное, чтобы хотя бы какая-то категория людей, если уже берешься, то хотя бы ввести их какое-то время. Мне интересно, что подвигло вас на это? То есть, вы говорите о том, что было проведено две акции, одна в июне, насколько я поняла, другая, вторая сейчас. А до этого сталкивались ли вы с благотворительной деятельностью? Или именно этот порыв души конкретно связан с тем, что вы, как мы говорили, просто так сложились обстоятельства, что вы познакомились с заведующим отделением? Ну, это не заведующий, это просто воспитатель из отделения. А, просто воспитатель. Просто, я же говорю, просто человек умеет зацепить тем своими нуждами. И вообще это моя жизнь... Ну, очень действительно надо подчеркнуть, что такой неравнодушный человек работает в этом отделении, потому что всякого рода воспитатели встречаются. Ну, с такими детьми неравнодушный человек находится. Я так понимаю, что зарплата не настолько велика, чтобы вкладываться и вкладываться, и компенсация недостающего в материальном плане обычно компенсируется душевным чем-то. И, видимо, все-таки у них есть возможность. Есть такие... Этим делятся. Именно они там и работают. Потому что я не думаю, что она там имеет какие-то дополнительные возможности для жизни. Просто человек чувствует потребность отдавать. Он находится на своем месте. Он отдает их. Благо, что есть те, и их много, которым нужно, чтобы им отдавали. Ну, все-таки говоря о ваших, как бы, да, о ваших подвижках, о том, что вас мотивировало, вот, все-таки. Ну, и в принципе, это где-то вот мой жизненный принцип. Если я могу помочь, я помогаю. Если я могу что-то сделать, я делаю. Не в ущерб себе. Мы люди, мы эгоисты, в какой-то степени в первую очередь заботимся о себе. Но если есть возможность, и есть кто-то, кому это нужно, я стараюсь сделать то, что я могу. Галина, мы знаем, что есть, появилось, появляются много благотворительных фондов, которые отправляют средства на их счет, чтобы помочь, чтобы в дальнейшем перенаправить эти деньги в счет детских домов, интернатов, опять же, больниц. Насколько, вот, как вам все-таки кажется, стоит ли прибегать к услугам вот этих благотворительных фондов, или если у тебя есть желание поделиться деньгами с ребенком, да, или с каким-то, опять же, детским домом, то приехать лично в руки, в руки руководителям или воспитателям? Ну, мы старались делать, мы старались дать детям лично в руки. Вот подарки привезены, подарки выданы в руки. В воспитателю я, во всяком случае, могу с ней контактировать и каким-то образом, в общем-то, общаться, взаимодействовать, понимать, что то, что мы, предположим, передали ей, это воспользовалось, это было востребовано, и дети этим пользуются. А просто так абстрактно привести, ну, я не знаю, опять же, это только люди. Когда есть возможности, ну, я не знаю, опять же, надо знать человека, с которым ты взаимодействуешь, передаешь, насколько гарантированно это дойдет. Это очень сложно. Это сложно, опять же, это личный контакт, это когда ты общаешься с человеком, ты понимаешь, что он сделает в дальнейшем. Ну, я бы назвала этих людей, которые готовы заниматься благотворительностью, людьми доброй воли. Все-таки ваш просто взгляд простого человека на этот аспект. Сейчас действительно тяжелое время, в нашей стране в частности, когда буквально многие выживают. Вот находится ли, на ваш взгляд, в это время, место все-таки вот этому порыву души? Как много человек могут, несмотря на то, что некоторые сводят концы с концами, отдавать то малое, что у них есть, другим людям, которые нуждаются еще больше? Отдается не самое необходимое. Что значит отдать? То есть у меня есть что-то, что, предположим, мне уже сейчас не нужно. Игрушки детские, ребенок вырос, игрушки лежат в доме. Их тоже надо. Хорошо, если я их могу дать кому-то, кому они нужны. Где-то понимаешь о том, что ты делаешь непросто, непросто ты их не выносишь на мусорку. Ты понимаешь, что ты даешь кому-то, как кто-то получает от этого радость, какое-то удовлетворение. И мне тоже было удивительно, что люди отзывались. Но мне было еще удивительно, что люди не отзывались, что люди игнорировали. Тоже есть такая категория. Причем обратная сторона. Ну, две крайности. У каждого человека своя картинка мира. В зависимости от той картинки. Если он представляет себе, что мир красивый, хороший, я живу в этом хорошем, красивом, то вот то другое, оно находится там, вне меня. Я не хочу с этим контактировать, этого не существует. Это тоже своего рода защита. А те, которые вовлекаются, они, наверное, более реалистично смотрят на мир. Они видят и это, и другое. Они люди, которые делятся. Я больше счастлива делятся люди, у которых не настолько благополучно. Как ни странно. Как ни странно. Ну, может быть, они сочувствуют, помогают, понимают ситуацию других. Ну, у нас есть человек, например, который пожертвовал 50 евро. Это большая сумма. И мне было тоже интересно. Удивительно, что вот он сделал. Проследил по фотографиям. Написал комментарии, что, в принципе, доволен тем, как это все произошло. Потому что сделал такой отчет, распроято обо всем, что было укуплено с фотографиями, чтобы это было видно. Вот, интересно, ваше такое экспертное, если можно сказать, мнение, да, или ваш совет. Допустим, я хочу помочь детям. Ну, есть много людей, которые хотят помочь детям. У них есть возможность, да, пожертвовать либо своими вещами, которые, как мы говорили, уже больше не нужны, либо игрушками, либо просто деньги. Вот есть лишние деньги, хочу вот их отдать. Но при этом люди не соприкасаются ни с какими благотворительными фондами, не знают нужды и потребностей тех или иных, да, организаций. Как в этой ситуации следует поступать? Вот что делать человеку, который хочет помочь, но не знает, к кому обратиться, чтобы выяснить, кому же нужна помощь, и что, как надо действовать в этой ситуации? Ну, у нас такой базы данных, к сожалению, нет, куда можно было бы посмотреть, найти такую семью, предположим, и предоставить, я не знаю, сайты какие-то, может быть, какие-то интересные ситуации, может быть, где-то что-то найти. Но я считаю, что лучше давать лично, именно тому человеку, который... То есть просто собирать и ехать в детский дом или... Ну, многие мои знакомые так и делают периодически, собираются, в несколько семей собирают вещи и отвозят. Отвозят родственникам, которые недостаточно там материально обеспечены, отвозят еще куда-то, кому-то в деревню, просто отвозят, отдают. И есть категория людей, которые продают и делают на этом деньги, есть категория, которые просто отдают, освобождают тоже в жизни место для чего-то другого. Это тоже взаимообмен какой-то. С каким посылом Вы бы могли обратиться к людям, которые, может быть, хотели бы помочь, но не решаются в силу каких-то причин? Ну, в принципе, получается, что изначально должно быть желание внутри. Желание, а за ним уже действие. Не знаю, не напишешь, конечно, в интернете, что я хочу кому-то помочь, найдутся много желающих. Ну, в принципе, хорошо, когда это есть. И хорошо, когда есть люди, которые хотят что-то сделать. Наверное, человеческое общество отличается от других только тем, что именно человек способен осознанно делать какие-то добрые действия, добрые шаги, добрые... Ну, это опять же философия. Ну, что-то надо давать, надо делиться. Хотя бы с той позиции, что отдавая что-то, что лишнее, ну, не лишнее, опять же, лишнего не бывает. Если я делюсь чем-то, то кто-то становится чуть-чуть счастливее, чуть-чуть наполненнее, чуть-чуть как-то радостнее. И мир отчасти тоже становится чуть-чуть радостнее. Потому что каждый человек, находящийся в нашем обществе... Почему у нас сейчас такая ситуация в стране? Потому что много людей, которые недополучают. И вот это вот состояние какого-то такого тяжелого, гнетущего... Сейчас солнышко, солнечные дни, оно как-то немножко сделало. Чуть-чуть радостнее настроение. А так садишься в транспорт, угрюмые лица, тяжелые взгляды, редко кто улыбается, редко кто что-то говорит, что смеется, смеющихся практически нет ни на улицах, ни в транспорте, нигде. Может быть еще дети где-то. А взрослые очень в таком тяжелом состоянии. Поэтому делать чуть-чуть мир светлее. Когда кто-то улыбается рядом, хочется улыбнуться в ответ. И маленьким таким шагом, поделившись чем-то хорошим, можно сделать чуть-чуть лучше мир вокруг. А счастливый человек, он не сделает плохо другому. Человек, которому хорошо не ударит животное. Человек, которому хорошо не сделает плохо другому человеку. Будет меньше такого, будет больше, может быть, что-то изменится, но скорее всего оно изменится. В любом случае оно должно быть. Я хочу подчеркнуть, что на такие казалось бы маленькие шаги, как вы говорите, но все равно этот маленький шаг можно считать большим подвигом. И вот на такие подвиги способны люди, которые не обладают особым финансовым положением. Простые люди, которые просто хотят помочь. Когда вы видели и слышали отклики на ваш призыв, какое ощущение все-таки, какие ощущения преобладали? Появилась ли вера в то, что есть надежда на лучшее будущее? Что если люди еще откликаются на чужую беду, значит не все потеряно и все-таки какой-то проблеск спасения? Люди хотят, люди не знают как. Людям просто надо дать возможность показать, какие есть возможности этих перемен. Ну хотя бы на таком уровне. А отсюда пойдет что-то большее. Но человек что-то сделав, он испытывает другие ощущения. У него меняется самооценка, где-то гордость за себя. Не важно какая сумма, важно, что ты что-то отдал, у тебя уже есть, вот эта дорожка уже проторена, ты уже можешь отдавать. А отдавая ты уже можешь получать. Потому что человек, который не дает и не берет, он находится в какой-то скорлупе. Он закрыт. и в общем его внимание повернуто только на себя. Когда ты что-то даешь, что-то открываешь. получаешь. Ну, как бы нас учат, что отдаваем и получаем. Но когда мы делаем это на практике, это наш личный опыт. Я просто знаю человека, который достаточно, ну, я бы сказала, очень меркантилен в своей жизни. И отдав что-то, отдав, он тоже вложил какую-то сумму сюда, в эту акцию. Я просто видела, как после этого у него появилась потребность что-то сделать еще хорошее. Значит, отдавая, в душе появляется какая-то капелька добра. Даже просто от того, что я даю, это уже терапевтично, я уже стараюсь, хочу сделать что-то хорошее еще. Я чувствую, что я не совсем плохой, во мне есть еще что-то хорошее, хочу еще это хорошее вырастить. Это важно. Это не то, что важно для тех детей, это важно для тех, кто это делает. Очень правильно. Позиция Галин, мне очень приятно было с вами сегодня пообщаться, я надеюсь, что еще услышу об акциях под вашим началом, и я думаю, что в следующий раз, и с каждым новым разом они будут собирать все большее количество людей, неравнодушных, готовых помочь, потому что ведь для помощи надо так мало, главное откликнуться на этот призыв. Как-то прочитала о том, что наше самое большое счастье складывается из маленьких радостей, возможно, даря эти маленькие радости маленьким деткам, которые в этом нуждаются, кто-то и обретет свое истинное счастье в жизни. Спасибо еще раз вам за внимание, за ответы на наши вопросы, и желаю вам удачи и успехов в дальнейшей вашей деятельности. Спасибо. А всем нашим зрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях была общественный деятель Галина Гроздева. Спасибо за внимание, увидимся с вами завтра, и всего вам доброго. До Гроздева